Северный флот Компания «Роснефть» приступила к исследованиям на шельфе Баренцева моря. В частности, на Западном Матвеевском и Медынско-Варандейском участках. Для проведения сейсморазведки задействовано научно-исследовательское судно «Академик Немчинов». Подрядчиком является предприятие «Севморнефтегеофизика». В качестве оператора геофизических исследований на участках задействована дочерняя компания «Роснефть» «Роснефть-Шельф Арктика». В рамках проводимой «Роснефтью» программы исследований сотрудники Государственного природного заповедника Неницкий ведут мониторинг арктического моржа. Всероссийский НИИ гидротехники имени Веденеева разработает концепцию комплексной территориальной системы инженерной защиты Нарьинмара от подтопления, которая будет основана на математической модели поведения Печоры. Научно-исследовательский институт составит гидрологическую характеристику Печоры в окрестностях столицы Неницкого округа. Создаст цифровую модель рельефа местности в районе Нарьинмара и его окрестностей. Далее будет разработана укрупненная математическая модель Печоры на участке от села Оксена до деревни Осколково, включая отрезок реки у Нарьинмара с использованием цифровой модели рельефа местности, лоцманских карт, промеров глубин прошлых лет. С помощью этой математической модели ученым предстоит определить скоростную структуру потока Печоры в лес Нарьинмара, границы возможных зон подтопления города при максимальных уровнях воды, зоны интенсивного размыва дна и берегов. По контракту с централизованным стройзаказчиком Петербургский институт должен будет предоставить не менее трех концептуальных решений по защите города от негативного воздействия вод. Работы будут финансироваться из бюджета округа в рамках подпрограммы защиты населенных пунктов, расположенных на территории Неницкого округа от подтопления. Срок выполнения работ – пять месяцев с момента заключения госконтракта. В Заполярье создаются мобильные группы для отпугивания медведей. Такое решение было принято на совещании, посвященном появлению медведей на территориях населенных пунктов Курманской области. По результатам обсуждения были приняты решения о создании шести секторов с учетом прилегающих территорий по контролю за появлением животных в населенных пунктах. В каждом секторе будут организованы мобильные группы для оперативного реагирования в случае появления медведей. В их состав войдут сотрудники Государственного охотничьего надзора ОМВД России по Мурманской области и наиболее подготовленные охотники из числа местных жителей. Информация от жителей о появлении медведей будет незамедлительно передаваться руководителям мобильных групп. Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области будет разработана специальная памятка, отражающая правила поведения при встрече с бурым медведем в населенных пунктах для последующего распространения среди населения охотников и органов полиции. Отмечу, что в регионе в последнее время участились случаи выходов медведей к жилищам людей. По мнению экспертов, причина такого поведения – лесных хищников в несанкционированных свалках и разбросанном мусоре, которого стало слишком много в некоторых муниципальных образованиях региона. Президент России Владимир Путин заявил об упрощении безвизового режима в Калининградскую область для тех иностранцев, которые будут приезжать на игры КВН в курортный город Светлогорск. Сюда достаточно просто добираться людям из Центральной Европы, тем, кто любит КВН, и тем, кто с удовольствием в нем участвует. «Знаю, что возникли какие-то проблемы на границе, мы постараемся их снивелировать и сделать так, чтобы с нашей стороны ни для кого проблем не было», – заявил Владимир Путин. Эту инициативу поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Николай Цуканов. В Калининградской области 6,5 миллионов пересечений в рамках приграничного сотрудничества с поликами. Осталось только, чтобы и полики, и все гости региона приезжали к нам, в том числе на КВН. Идея, чтобы можно было приезжать без визы, с билетами, просто отдыхать, например, трое суток, была бы идеальной, – сказал Цуканов. Он также сообщил президенту о планах увеличения номерного фонда в курортном Светлогорске. «Сегодня в городе есть 7,5 тысяч мест, в планах теперь построить три гостиницы. Губернатор региона уверен, после выхода в эфир первого Киевина в область потекут инвестиции. Мы готовы, есть земельные участки, инфраструктура, рядом и горная зона. Юрмала выросла за 20 лет. Я думаю, что мы сделаем это гораздо быстрее», – отметил Цуканов. Напомню, что КВН переехал в Калининградскую область из латвийской Юрмалы после того, как власти Прибалтийской республики начали вводить в черный список российских звезд эстрады. В Санкт-Петербурге прошла предварительная жеребьевка Чемпионата мира 2018 года. Европейские страны и страны других частей света узнали своих соперников по отборочным группам, а Россия – соперников в подготовительных товарищеских матчах. Церемонию предварительной жеребьевки открыл Владимир Путин. «Могу вас заверить, что наша страна выполнит все планы по подготовке Чемпионата мира», – заявил он. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер в свою очередь отметил, что Россия станет для Чемпионата мира по футболу потрясающей хозяйкой. Для России, которая попадает в число участников, как принимающая сторона, жеребьевка определила партнеров по товарищеским играм. Для поддержания игровой формы сборная Россия будет проводить товарищеские матчи с командами Европейской отборочной группы, в которую вошли Бельгия, Босния, Герцеговина, Греция, Кипр и Эстония. Корреспонденты телеканала «Север» отправились по селам округа. Первой точкой на карте стало муниципальное образование «Великовисочный сельсовет». В этом году он получил грант от администрации региона в сумме 8 миллионов рублей. На эти средства в сельсовете полным ходом идет благоустройство. Сразу в трех населенных пунктах Великовисочного сельсовета до конца лета появятся первые в регионе понтонные причалы. Их еще называют модульными. Они собираются буквально за считанные минуты по принципу знаменитого конструктора «Лего». Вот так выглядят понтонные блоки. Легкие, но в то же время надежные. Оболочка пластиковая, а внутри только воздух. Поэтому конструкциям не страшны любые волны. Плавучие причалы возведут в Виске, Тошвиске и Лабожском. В понтонах, я думаю, что жителям будет удобно спускаться в судно и выходить на берег чистыми, не пачкаться. Помимо прочего, в Тошвиске и Лабожском построят сезонные мини-вокзальчики. В теплых помещениях пассажиры смогут ожидать водный транспорт. Практично и экономично. Все эти новшества местная администрация внедряет на средства гранта. Деньги в основном идут на благоустройство муниципалитета. В административном центре работы уже ведутся. Село преображается буквально на глазах. Вот строители меняют прогнившие мостовые. Люди-то уже как отзываются? Довольны? Довольны, очень. Будем ходить по хорошим мостовым. Работы хватает всем. На благоустройстве села задействовано чуть ли не все население. Зарабатывают и студенты, которые приехали на летние каникулы. В общем, без дела никто не остался. Ближе к осени ожидается новый фронт работ. В Великовисочном планируют высадить деревья, построить открытые катоки, обновить детские площадки. Кстати, детвора здесь тоже не скучают. Школьники играют, занимаются спортом и готовятся к учебному году. А я осенью пойду в школу. Первый класс? Угу. Ну, готовы уже? Ну да, только надо еще что-нибудь купить. Мама не обещала заказать рюкзак. Мечта у этих ребят всего одна, зато какая. Они хотят, чтобы в селе построили бассейн. Ой, сейчас бы купались. А вот взрослым сейчас явно не до купания. Они подсчитывают ущерб, нанесенный весенним паводком. Два месяца назад виска оказалась под водой. Затопила улицы, дома и огороды. С бедой справляются самостоятельно. Урожай, наверное, будет слабенький в этом году, потому что посадили поздно. А потому что приходила после ледохода вторая вода, и вот буквально от этой крайней грядки, вот столичка только, если было видно, и все. Частное хозяйство Виктора Безумова сейчас переживает сложные времена. На большой урожай пенсионер уже не рассчитывает. Причины две – наводнение и холодное лето. Собранных овощей едва хватит до следующего сезона. Впрочем, Виктор особо не переживает. У огородника есть верный кормилец – старенький трактор советской сборки. Не так давно стартер новый приобрел. Латвийского производства, кстати, редукторного. Все прекрасно заводит. Этому трактору уже 24 года. В двигателе ни единого лишнего звука. Раньше тягач принадлежал колхозу, потом он 10 лет стоял без дела. Пенсионер технику выкупил и до сих пор нарадоваться не может. Применяю по хозяйству. Он помощник хороший. У него и гидравлика работает. Остальные сельчане, у которых нет железных помощников и дополнительного дохода, надеются только на свои силы. Однако тем, кто пострадал от большой воды, все же помогут. Администрация Заполярного района местным жителям пообещала покрыть затраты, связанные с покупкой материалов для проведения ремонта в своих домах и на участках. Редактор субтитров А.Семкин